И, друзья, тадам! Сегодня одна из самых прикольных страничек нашего путешествия. Мы сегодня устроились на ночевку в кемпинге. Я потом вам его сниму, покажу. И мы сегодня будем испытывать свой передвижной дом. Вот он, наш скворечник. Юра наконец-то свою мечту осуществит переночевать. В палатке, в автопалатке. Наверное, вы уже обратили внимание, когда мы ехали на странный предмет, который расположен на крыше на нашей машине. Он, конечно, больше, чем багажник. И это не багажник. Это такая палатка, где спокойно помещаются два человека. Там у нас матрас, постель, подушки, одеяло. И всё замечательно. Можно было, конечно, переночевать и в такой палатке, которая здесь даётся, стационарная. Можно было в таком домике, а можно было в более... В более крутом домике. Тут есть всякие, на всякий кошелёк. Но нам сказали, что цена за ночь 100 долларов. И мы решили воспользоваться этой возможностью и переночевать в нашей палатке. Смотрите, как здесь классно. Здесь очень много кемперов. Ну, закрой. Очень много кемперов, очень много машин со своими кемпингами, со своими прицепными домиками. Или же с подобными палатками, как у нас. Можно заехать, выбрать себе местечко и расположиться. И вот такая здесь природа. Птицы поют, травка. Лисочек очень приятный. Там баскетбольная площадка. И сейчас спустимся с вами. Обойдём всё вокруг. Мы тут уже немножко побродили. И сделали вывод, что это такой загородный кемпинг, куда люди приезжают на выходные отдохнуть на природе. Тут тишина. Свежайший воздух. Вот вместе с нами заехали эти ребята, которые... Вон синяя машина. Они... И вот эти вот люди из Голландии. Они отцепили машину, фургон оставили. Сами, видимо, поехали кататься. А вот. А ребята приехали с велосипедами. На... Ну, специальное... Как это называется? Устройство, которое... На которое крепятся велосипеды. Три машины. На каждом по два велика. И вот у них вот такие палаточки. Одноместные. А вот тут домики, как бы котеджики стационарные. А вот там целая площадка для передвижных домов. Это не просто уже там маленькие. А целые передвижные дома. Очень комфортабельные. Видимо, внутри и страшно дорогие. Тут люди обосновались так конкретно. Я смотрю, бельё вон сушится у них на верёвке. Насчёт условий. Вот вам условия. В смысле... Там есть у собой даже кладельки, да? Прицеп стоит. Кладельки. Угу. В смысле удобства. Здесь есть туалеты. Я уже проверила. Туалет чистейший. Никаких вообще вопросов к нему. И душевые. Сейчас зайдём, покажу. Туалеты. Но в туалеты заградывать не будем. Комнаты для младенцев, чтобы ухаживать за ними. Такие. С ванночкой, смотрите. С детской. С подставочками. Даже с маленьким унитазиком. Малюсеньким таким. И с маленькой-с маленькой раковиной. Детская комната. Здесь душевая. Здесь стиральная машина. И даже фена есть. И утюги. Вот. Вода горячая, естественно. Есть. Приятный тут запах. Ароматизаторы, видимо. Юра рассматривает. Передвижные дома. Настоящие кемперы. Видишь, они стелят, что они на сына грязь. Тут даже вон с собачкой. А там типа видно были. С телевизором. Слышно. Тут целый поселок. И вот разделены... Разделено на секции. Чтобы как бы была некая приватность. Каменными такими кладками и зелеными изгородьями. Тут голландцы тоже голландцы. Мы заметили, что много голландцев. Мы заметили, что много голландцев. Молодежи много. И в то же время и пенсионеров тоже много. О, какой красивый, да. Кемпер. Да, за каждым кустом вам готов и кровь, и дом. А тут даже, смотрите, вот со спутниковой тарелочкой. Столик, стульчик. Навесик. Всё как надо. Там женщина какая-то. Увидела, что я снимают. И я быстренько перевела взгляд камеры на другие объекты. Вот тут уже мы дошли до прогулочной зоны. А, вот ещё написано бассейн, кстати говоря. Вот там есть немножко дальше, вот где жёлтые такие здания. Это домики у бассейна. Бассейн общественный. Не то, что там для тех домиков. Вот там налита водичка. Всё, я смотрела, стоят. Шезлонги. То есть люди, в самом деле, сюда приезжают отдыхать. Видимо, на выходные. Вот там дальше ещё целая улица котеджиков стоит. Но вы знаете, так всё тихо. Так всё спокойно. Никакой у тебя движухи вот такой. Негромкой музыки. Ничего. Чисто отдохнуть от городской суеты. Здесь прямо такой мини-дворик. Вот ещё один котедж незаселённый, судя по листьям, которые валяются на террасе. Ай, какая мини-прелесть. Да, классно. Французская дачка. Ну и мы сегодня тоже проведём ночь здесь. Машинка под цвет зонтика. Я, может быть, думаю, что здесь даже какие-то приватные есть дома. Вон какая прелесть. Тут так украшена, как будто бы здесь действительно дача приватная. А не просто вот на одну ночь снять, переночевать. А что-то такое? Такая тарелка огромная стоит, да, спутниковая. Вот вход тоже. Вот туда. И везде эти зелёные изгороди. Так что создаётся такое впечатление уединения. Вот видите, вот так вот тут организовано электричество. Столбы такие попадаются время от времени. Раз машина стоит, значит, жилое помещение. Тут тоже кто-то топает. Слышно внутри. Машинка открытая стоит. Интересно здесь. Интересно. Будет у нас ещё и такой опыт путешествий. Никогда не было. Ну, в молодости мы ночевали в палатках. Чтобы на крыше машины такого у нас ещё не было. Да, Юра? Там даже какая-то детская площадочка вот за этой машинкой виднеется. Ну, вот и бассейн. Тут даже два. Детский и большой. Тоже наполненный водой, но накрытый специальной плёнкой. Чтобы не пачкался. Вот тут что. Тут, оказывается, игровая. Да. Для детей развлечения. Мячики покидать в сеточку. И вот такие просто настольные игры. А вот здесь, как мило, видите? Даже с цветочками на столе. Это соседняя комната. И ужин у нас сегодня, соответственно, походный. Но у нас есть газовая горелочка. Такая, по-моему... Настоящий баллон. Да, газовый баллон. Молниеносно кипятит наш мини-чайничек. И вот уже готов супчик. Мини-чайничек. Мини-чайничек. И как же Франция без пастиса? Взяли сегодня бутылочку. Попробуем, что это за гадость. Но судя по запаху... От кашля. Это пертусин от кашля. Я вообще очень не люблю анисовый запах. А Юра сказал, что быть во Франции и не попробовать пастис, это... Моветон. Моветон, да. Ну, в общем, мы с вами прощаемся. И ужинаем, и отдыхаем. Пока-пока. И маленькая такая ремарочка. Вдруг вы не знаете. Пастис – это чисто французская... Хотела сказать пойло, но это неприлично звучит, конечно. Питье. Питье, да. Питье. Это крепкий алкогольный напиток, который пришел на замену... Апсенту. Апсенту, да. Когда апсент запретили в начале 20 века, то придумали пастис, заменяя в нем полынь, которая входила в состав апсента и несла с собой такие галлюциногенные свойства, как бы безобидным анисом. И вот тут много трав в составе. Ну, конечно же, анис... Чистое здоровье. Анис все перебивает. Да, чистое здоровье. Если ты кашляешь, то пей пастис. Но его нужно разводить водой от 8 до 5 раз, смотря по крепости. Он очень крепкий. Ну, короче, мне не понравилось. Я знала, что мне не понравится. Уже смеркается. Я не знаю, слышно ли вам, но поют соловьи. Мы сегодня будем спать под соловьиные трели. Вот оно утро доброе. Юра уже ушел бродить, а я еще валяюсь. Вот так выглядит изнутри наша палаточка. Вот это вот я. Шевелюсь под одеялом потепленьким. На улице заметно холодно. Вот открыто окошко. Прямо очень такая прохлада идет. Зато смотрите, как классно. Птицы поют. Ну, в палатке было спать тепло, я вам скажу. Да еще с таким одеялом очень теплым. И в спортивных костюмах мы спали. Так что ночь пошла, можно сказать, вполне удовлетворительно. Вот это наши две подушечки. Тут наши вещички висят. Там еще есть кромашек такой для вещей. А тут лестничка. Лестничка складывается и получается очень компактная. Так, заходят одна в одну. Вот так мы сегодня поспали. Сейчас поедем в Экс-Ан-Прованс. И там у нас уже забронирован нормальный отель. Непоходный на три ночи. И завтречек. Чайничек закипел. Сейчас будет капучино. Йогурт. Французская колбаска. Французская колбаска вчера купили. Сейчас порежу. И сырок. Ну, по-моему, нормально. Вот такое утро туриста. Мы просто настоящие туристы. На кемпинге ночевали. В палатке сегодня. Завтрак походный. Класс. Это то, о чем Юра мечтал. Это не моя мечта, конечно. Но надо же удовлетворять не только мои желания и хотелки. машину вон туда на солнышко отогнали, чтобы постояла немножко палатка просохла, потому что ночью капал дождик. Ну, вот так Юра уже собрал палатку. Она опускается и поднимается очень легко, практически автоматически. И мы уже будем ехать дальше. Уже собрали багажник, переложили все аккуратненько. Собрали. Юра собрал, переложил. Викуся была только на подхвате. Вот. И поехали. Кемпинг 4 звезды. Не как-нибудь. Оставили там карточку от шлагбаума. И едем дальше. Собакин, ты там живешь? Я говорю, кемпинг 4 звезды. Не просто так. А, кстати, я не помню, говорила за цены или нет. Значит, тут в коттедже одна ночь стоит почти 100 евро. А просто поставить машину и переночевать в машине, ну, типа, как мы. Считается, что мы ночевали в машине, не подключаясь к коммуникациям, к свету, к канализации. Около 20 евро одна ночь. В общем, мы... Душ, туалет, постирочная. В какие условия входят это и души, туалеты, постирочная, стиралка. В общем, все, что я вам показала. А сколько стоят места для вот этих вот домиков на колесах, которые подключаются к коммуникациям, я не могу сказать. Не интересовались.